С первым снегом или днём жестянщика. Тверичане в среду почувствовали приближение зимы и, как оказалось, многие водители не готовы к резкой смене погоды. Наша съёмочная группа выяснила, какие предусмотрены штрафы для тех, кто ещё не успел поменять летнюю резину на зимнюю. Об этом прямо сейчас. Есть водители, которые до сих пор полагают, что аккуратно ездить по зимним дорогам на летней резине вполне безопасно, ведь соответствующие службы в городе постоянно следят за состоянием дорожного покрытия. Однако это, конечно, неверно, что подтверждается резким повышением аварийности на дорогах при первом же гололёде. В нормативные документы есть такой технический регламент Таможенного союза, согласно которому в приложении восьмом что-то сказано, что запрещена эксплуатация транспортных средств в зимнее время без зимней резины. Штрафа не будет. Единственное, надо учитывать, что есть такие требования, как на одной оси установлены разные резины, соответственно, протекторы шин, ну и, соответственно, зима-лето на одной оси тоже не допускается. А именно за отсутствие зимней резины в зимний период, скажем так, то за этот штраф не предусмотрен. Вопрос относительно смены зимних и летних шин в России на сегодня ничем не регламентируется, и водителям не нужно бояться штрафов. То же самое и касается знака шипы, который надо было обязательно устанавливать ещё пару лет назад. За его отсутствие выписывали штраф. Что сейчас, пояснил Роман Фадеев. Штраф, конечно же, не предусмотрен. Знак шипы, он по основным положениям должен быть. Но здесь больше ответственность самого автовладельца. Несмотря на то, что штрафы за резину не по сезону в 2019 году не введены, каждый автовладелец должен ответственно подходить к вопросу готовности его транспортного средства к текущим дорожным условиям. В наших же интересах максимально подготовить машину к тем или иным погодным и климатическим условиям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok